Здравствуйте, уважаемые друзья! В третьем зале нашего музея, Музея обороны Москвы, в разделе «Борьба в тылу врага» в витрине, посвященной воинам-разведчикам войсковой части 9903, есть небольшая фотография миловидной девушки. Вот она, под номером 9. Это Вера Даниловна Волошина, герой Российской Федерации. И сегодня мы поговорим о ее подвиге. Вера Даниловна Волошина родилась в городе Щегловске в Сибири в 1919 году. Ныне Щегловск – это город Кемерово, один из областных центров России. Вера родилась в семье шахтера и учительницы. С детства, уже с первых классов, занималась художественной гимнастикой, спортом, легкой атлетикой. А уже когда подросла, даже выиграла городской чемпионат по прыжкам в высоту. В 1935 году Вера приезжает в Москву и поступает в Центральный институт физической культуры. И вот в этом, в 1935 году, в жизни Веры происходит одна очень интересная встреча. В те дни советский скульптор Иван Шадр получил поручение, получил заказ. Изготовить для главного парка культуры отдыха страны, для парка имени Горького. Сделать несколько скульптур, которые отражали бы реалии того времени. Например, спортсменов, колхозников, рабочих. Но так получилось, что образ рабочего и колхозинца уже воплощала его коллега, известный скульптор Вера Мухина. А вот Иван Шадр должен был сделать скульптуру «Девушка с веслом» и другие скульптуры, посвященные спортсменам. И вот он приехал в институт физкультуры. Его познакомили с лучшими спортсменками вуза. И среди них оказалась тогда еще 15-летняя Вера Волошина. И вот именно она стала первой моделью для создания скульптуры «Девушка с веслом». Но, надо заметить, не сложилось. Дело в том, что комиссия, большая комиссия, посчитала, что очень, скажем так, как живая, как очень откровенная скульптура. И в итоге эта скульптура была вывезена в другой город. Поручили другому скульптуру, тот сделал похожую скульптуру. Там девушка была, скажем так, в закрытом купальнике. И вот эта скульптура пошла по всей стране, стала тиражироваться. Но если имя той второй модели позабылось со временем, то имя Веры Волошина стало известно всей стране. Но не тогда, в 41-м году. Дело в том, что когда она училась в институте физкультуры, на первом курсе они с друзьями зимой поехали в Серпахов, в поход. Во время похода она заболела, грипп дал осложнение на ноги. И так случилось, пришлось забыть об учебе в спортивном вузе. И она на следующий год со своими друзьями из города Кемерово поступает в Московский институт советской кооперативной торговли, который тогда находился в городе Мытищ. В 1941 году, в июне, она, закончив третий курс, она с подругами отправляется в город Загорск, это ныне Сергиев Посад, на производственную практику. 22 июня 1941 года девушки планировали посетить троицы Сергиеву Лавру, посетить музей. Ну а по пути зашли в магазин, чтобы купить Вере Волошиной свадебное платье. Дело в том, что буквально накануне ей сделал предложение ее близкий друг и бывший одноклассник Юрий Двужильный. И вот девушки решили за год, хоть еще до свадьбы оставался год, купить ей белое платье. И вот тот момент, когда было объявлено о начале войны, Вера Волошина как раз находилась в магазине, примеряя свадебное платье. Понятно, начавшаяся война поменяла все планы людей. И понятно, изменила жизнь Веры Волошиной. Уже в конце лета 1941 года Вера Волошина и ее подруги мобилизованы на оборонительное строительство, рыли окопы под Москвой. В октябре 1941 года Вера Волошина вступает в ряды Красной Армии. Их была она направлена в войсковую часть 9903 при разведывательном отделе штаба Западного фронта. Это была, скажем, молодая еще воинская часть, сформированная только в июле 1941 года специально для разведно-диверсионных действий в тылу противника. Вера Волошина в конце ноября 1941 года выполнила уже шесть боевых заданий и вернула их живой. Надо ведь заметить, не каждый разведчик, уходящий даже на первое задание, возвращается. И так случилось, что Вера Волошина попала впоследствии в один из отрядов, где сдружилась с еще одной девушкой. Девушка из Москвы, которую звали Зоя Космодемьянская. Имя Зои Космодемьянской, наверное, известно всем. Девушки очень сдружились, ну и, может, были чем-то похожи. Хотя, конечно, Вера Волошина была постарше, а Зоя Космодемьянская была вчерашняя девятиклассница, которая стремилась попасть на фронт. И вот так случилось, что они стали подругами, ушли на задание в один день и пропали без вести. 29 ноября 1941 года в деревне Петрищево на Цистове была казнена боец войсковой части 9903 Зоя Космодемьянская. Ее имя узнает страна через два месяца, когда о ней расскажет Петр Лидов в статье Тани в газете «Правда». А вот имя Веры Волошиной на долгие 16 лет попадет в списки пропавших без вести. А погибла она в тот же день, что ее подруга Зоя Космодемьянская, но в деревне, которая находится буквально в пяти километрах от деревни Петрищево. И вот если казнь Зоя видели десятки людей, десятки свидетелей, то свидетелей гибели Веры Волошиной практически не было, потому что местных жителей немцы согнали в здание местной церкви и уже готовили к угону в Германию. И буквально вся вот эта история о гибели Веры Волошиной пришлось восстанавливать по крупицам. Это произошло благодаря тому, что в 1957 году в тех краях оказался московский журналист Георгий Фролов. Он и расскажет последствия о подвиге Веры Волошиной. В 1966 году Вере Волошиной посмертно будет вручен, вернее, ее маме будет вручен орден Отечественной войны первой степени, которым наградят Веру Волошину на знаменовании 25-летия битвы за Москву. И то, что вот ее захоронение, ее место гибели было найдено, было важно. Теперь ее мама могла приехать из Кемерово и проститься с дочерью. Но так случилось, что звание Героя Советского Союза Вере Волошиной присвоено не было. Но, надо заметить, всегда есть понятие исторической справедливости. В 1994 году Вере Волошиной посмертно было присвоено звание Герой Российской Федерации. На месте гибели у совхоза Головкова в Московской области установлен обелиск. Именем Веры Волошиной теперь названы улицы во многих городах Российской Федерации и не только. Ее именем называли корабли, называли поезда и даже маленькую планету. И имя Веры Волошиной стало известно многим. В 2011 году в парке Горького появилась скульптура, которая точно повторяла ту самую скульптуру «Девушка с веслом», которая планировалась Иваном Шадером в 1935 году. И когда мы сможем много говорить о подвиге Веры Волошиной, сматриваться в ее фотографию, а можно вспомнить ее ведь последнее письмо домой, где она говорила своим родным «Не беспокойтесь, все будет хорошо, а в конечном итоге смерть бывает только один раз». Имя Веры Волошиной, как и имена миллионов героев Великой Отечественной войны, навсегда будут жить в памяти нашего народа. Мы всегда будем помнить, благодаря кому мы живем и существуем. Большое спасибо за внимание, уважаемые друзья. До новых встреч!